А вот теперь, как говорится, на злобу дня, чистка печени, как я делал, вот как раз тут упоминание, комментарии. Здравствуйте, Геннадий. А почему не Светоч? У меня в ЖП полный, полный камень. Я это читаю так, как написано. После очистки пропали приступы до вчерашнего дня. С какого месяца? Ну ладно. Хотя в ЖП полен камнями на УЗИ. Ага, хотя полный камнями на УЗИ. Смотрите, это вообще интересная вещь. Во время очистки печени в основном выходят сгустки, которые в дальнейшем могут превратиться в камни плотные. Это, как правило, воскоподобные сгустки. И если полон желчный пузырь вот этими желчными камнями, то вот эта сгущенная желчь, вот эта, знаете, ненормальная желчь, сгущенная, она, как бы сказать, продолжает выпадать в осадок, клеит вот эти вот, продолжают камни. И от этого возникают боли. Если вы, вот даже с камушками там, да, какими-то мелкими, почистили печень и желчный пузырь, то у вас вот эти вот твердые камни, в зависимости от размера, они могут не выйти. Но зато у вас выходит вот эта вот сгущенная желчь, у вас выходят вот эти вот воскоподобные камушки, и как бы сказать, желчный пузырь освобождается от этого. И если дальше сделать еще потом несколько чисток, но это опять-таки вы берете ответственность на себя, ваш желчный пузырь, выберите ответственность на себя. Читайте, вникайте, а не просто там, вот кто-то вам сказал, вот он и виноват. И не надо винить, надо вникать в этот процесс и разбираться, что, что, почему. И тогда все будет нормально. Если же не вникать, а вот так вот писать, это ерунда, короче. Я бы, вот читая вот это все, я, ну, как бы сказать, вот вроде бы я написал, написал чистку печени, которая на самом деле там давным-давно существует. Я ее просто еще лишний раз описал, рассказал. А люди думают, а я по тебе чистился, а вот ты виноват, а вот, а вот, а вот. А вот для того, чтобы все это убрать, надо подготовиться, если человек, ну, не знает ничего, вот тут прочитал только про чистку печени, я там сделал, и все, и должно быть. Ну, читаем дальше, смотрите. Значит, полон камнями на УЗИ, да. Где-то 5-6 месяцев был без приступа. То есть, вот это вот чистка, одна, я не знаю, сколько он сделал, тут ничего не написано, но не ясно. Это вот, разбираем с вами. Она вот, вот это вот убрала старую желчь, плотную желчь, она убрала вот эти вот воскоподобные камушки, но для того, чтобы добраться до твердых камней или еще, там надо еще было бы сделать несколько чисток, чтобы все этот процесс закончился, чтобы вышло. И далее это все надо закреплять питанием, потому что от чего это все образуется. А тут вот, смотрите, вот, человек почистился, 5-6 месяцев было без приступа, то есть, вот, грубо говоря, все мы чем-то питаемся, но не у всех есть камни в желчном пузыре. Да, или там какие-то там могут быть, ну, по крайней мере, живем. Был без приступа. Можете мне это объяснить? Опять-таки, я объясняю. Вот кто-то, мол, как в врачу выходит, или еще что-то, или еще что-то там, и так далее. Не забывайте обо мне. Это я так вот напоминаю вам, потому что, оказывается, если не напоминаешь, это все, знаете, ничего-то не ценится. Ну, вот, пойдите тогда вырежьте желчный пузырь тогда с этими камнями, и вам скажут, да и проблемы уйдут, и вы останетесь инвалидом, как появятся другие проблемы. Ладно, можете мне это объяснить? Но вчера чуть не умер, забрали в больницу. Вернее, он чуть не умер, да? Что такое? Почему? Но я сегодня вернулся домой. Расскажите, пожалуйста, как так я без приступа жил с полными камнями? А я как раз и сказал, что все должно заполниться до критических каких-то параметров, когда действительно начинаются боли. А так настолько наш организм имеет запас прочности, что даже с камнями мы нормально себя еще можем чувствовать. Но все это до определенного предела. До определенного. А вы как раз за счет чисточки убрали это. А если почистились еще, то еще больше мы убрали. Но все это надо делать правильно. И в зависимости от камней, если твердые, одну чистку применять. Если там просто профилактически, другую чистку применять. Если просто так профилактически, значит третью можно применять. И естественно, все это завязано на питании. Как же он жил с полными камнями? Ел шашлык, самсу, манты, плов. То есть это вот как раз пища, которая делает желчь плотной. Вот есть пища, которая делает желчь более текучей. Есть пища, которая делает желчь плотной. И тут еще ничего не указано. Как человек ходил в туалет, нормально, нормально. Не было ли у них там запоров. Как работал. Если есть запоры, то все это, знаете, валом там идет. И еще вот это шашлык, самсу, манты, плов. То есть вот когда человек обеспечен и может себе позволить такое питание. И думает, что это хорошо и это вкусно. Насколько это организму полезно. Одно дело вкусно, а другое полезно. И как это влияет. И уже, уже до этого он наел за счет этого питания вот эти вот камни. И дальше продолжал. Макароны, да, все что угодно ел. Но при очисти находили ко мне где-то 70 штук мелких. А так на ОЗИ ЖП полон. Жду вашего ответа, если у вас будет время. Спасибо. Вот я как раз и разобрался. Жду вашего ответа. И тут даже я ответил. Что питанием вы можете опять то, что где-то там слегка почистили. Вы можете опять так же успешно заполнить все это дело камнями. И толку от этих чисток вот на 5-6 месяцев. Больше не выходит. А теперь вот почитаем нашего, нашего известного Серджио. Серджио. Он у нас один, Серджио. Значит, находим. Теперь вернемся к Серджио Матвиенко. Здравствуйте, многоуважаемый Геннадий Петрович. Не умея управлять своими мыслями и питаниями. Действительно, все начинается с мыслительного уровня, которое спускается дальше на наши привычки, на наши эти. То есть, как мы можем контролировать свои привычки, свои черты характера, свои какие-то побуждения. С помощью мыслей должен стоять в голове, будем так сказать, контролер, который контролирует, что вы мыслите, как вы мыслите. И все плохое не пропускать. Все хорошее пропускать. Все полезное для вас. Очень правильно сказано. Управлять своими мыслями, а дальше питанием. Как мне казалось, умеренность и вроде бы правильно привело к болям под пупком. Умеренно и вроде бы правильно. Значит, все заключается в том, что каждый человек по-своему понимает это слово умеренное. Для одного умеренного это будет 100 грамм, для другого умеренное это будет килограмм, а для третьего может быть литра 3. И правильное. Для одного правильное это самса, это шашлык, это плов, а для другого правильное это, грубо говоря, каша сваренная на воде с топленым маслом, там тушеные, там овощи, грубо говоря, свежевыжатый сок, примерно так, да? Значит, привело к болям под пупком. Ну ладно, посмотрим дальше. Частому мочеиспусканию. То есть, опять это говорит о том, что если раньше, вы вообще-то посмотрите, если кто интересуется вообще капитально своим здоровьем, посмотрите вот эту эпопею, которая была с ним, и что, что, и какие советы давались, как он там действовал, как вышел, что получилось. Понял, что без голода теперь уже не обойтись. Ну и что? Вот что, если человек поголодает? Ну и что? Вот как в чистке. Была сделана чистка, на 5-6 месяцев человек получает улучшение, потому что там идет процесс заполнения, а он не сразу идет в желчного пузыря, вот с этой, с густками желчи. И пока это произойдет, вот 5-6 месяцев пройдет, а потом опять тоже, тоже что было. Поэтому также и голод, если вы ничего не меняете в своей жизни, не закрепляете, не анализируете, что, что, почему, как. Для чего? У вас этот голод, знаете, подействовал, и потом также месяца за 2-3, если такой вот длительный довольно-таки голод был, также успешно и свернулся. И все. Опять как было, так и есть. Боли под пупком, часто мочеспускание, и все. Вчера отказался от еды, но решил, что почистить печень будет полезнее. Ага, видите, почистить печень будет полезнее. Значит, смотрите. Конечно, когда припрет, чистку печени можно делать в любое время. Но лучше всего, профилактически, это раннее весной. Ну ладно, решил почистить печень. То есть, вот так вот, да? Сделал все по энциклопедии. Светоча, я так понимаю. Надо же Серджу написать по энциклопедии. Светоча, все. И вот он пишет. Травки побуривай. Пил давно. Отлично. Вот травки побуривай. Как раз они делают желчь более текучей. Плюс, они еще уничтожают разного рода микроорганизмы болезнетворные, которые у нас унутрях образуют завалы водорослей. Чистка прошла удачно, вышло много камней. Фото прислал вам. Вот они. Вот они, значит, эти. Фото. Вот она, вот она. Видите? Вышло огромное количество камней. Да. Немного, огромное количество. И вот если к этим камням присмотреться, здесь есть старые камни. Вот если тут взять старые камни. Ну, давайте я вам покажу. Чтобы вы понимали, о чем я гутарю. То есть, вот они. Я сделаю, чтобы вы понимали. Вот смотрите. Вот эти камни, это старые. Они более темные. Они могут быть более плотные. В них уже отлагаются разного рода какие-то крупинки твердые. И вот эти вот камни, вот эти камни. Вот смотрите, я вам показываю. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Особенно вот этот. Одиннадцатый. Вот тут лежит на двенадцатой. Ну, там еще посмотрим. Двенадцатый, да? Ну, вот тринадцать. Четырнадцать. Но особенно внимание обратить вот на эти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вот эти уже камни, вот эти вот камни как раз и являются зачатком для образования твердых камней. То есть со временем вот эта вот воскоподобная часть, а вот то вот черное и так далее, что имеется, оно уплотняется и образуется, и я как раз покажу, этот прислал, и образуется такой вот твердый камень, который уже раздробить. Его можно вообще-то раздробить, но чисто теоретически раздробить и практически, конечно, можно. Но для этого, чтобы это сделать, надо много знать и затратить гораздо больше усилий, нежели вот это вот все вывести. Теперь еще посмотрим, а вот они светло-зелененькие камушки, которые тут у нас имеются. А вот это свежачок, вот это свежачок, который образовался от того, что просто-напросто желчь слегка застаивается в желчном пузыре, и оно начинает выпадать вот в такие воскоподобные камушки. Вот их огромное количество этих воскоподобных камней, которые образовались в результате того, что человек неправильно питался, неправильно работал его организм, что все это в конце концов начало выпадать в осадок. И если сердце у нас вот так вот будет запускать свой организм, у него появится желчнокаменная болезнь и встанет вопрос по удалению желчного пузыря. То есть все идет к тому. Вот видите, вот это вот безалаберное питание, вот как сказали, вот этим шашлыками, самсой, пловом и прочим-прочим, это все ведет к тому, что желчь становится более плотной. А раз она более плотная, более насыщена различными вот этими веществами, значит она просто-напросто начинает выпадать в осадок. И пока вот склеились вот эти вот беленькие, зелененькие камушки, билирубиновые, там биливердиновые, они довольно-таки хорошо выходят, они гладкие, подплавляются, и чисточку он правильно сделал. Это все выходит. А вот эти уже выходят, ну, будем говорить, с некоторым трудом, но тем не менее у нас расширяется желчный проток. Вот с такого до, может, до двух сантиметров диаметра давление создается желче, и это все вылетает. Но это все, опять-таки, до поры до времени, до поры до времени, пока еще организм молодой, пока он может сделать, а потом он уже не сможет это сделать. Значит, фото прислал, также вышли большие сгустки слизи, после этого живот стал болеть меньше. А теперь давайте посмотрим на слизь. А вот она, смотрите, слизь. Слизь. Вот это вот слизь, будем так говорить, ну и слизь, как бы сказать, ну и что? Что это слизь. Так это слизь, как водоросли, которые, водоросли живые существа, да, растительные. И они вот образуют так точно и в нашем организме, в той же печени, в том же желудочно-кишечном тракте, растут колонии бактерий, которые образуют вот эту уже плесень. Вот она, вот она. И вот это самая страшная вещь, почему? Потому что она разлазится по всему организму, и пока она находится, грубо говоря, под пупком, что там, да, живот стал болеть меньше. Вот. Но она оттуда потихонечку распространяется по всему организму. И как только ослабнут защитные силы, вот эти вот мельчайшие, будем говорить, колонии, там или сям, где-то застрянут в организме, и начнут вот эту вот плесень уже в этом органе делать. И получится что у нас? Получится либо киста, либо опухоль. Все. То есть оно вот так развивается. Знаете, вот как семечку вы бросили, эта семечка в росточек, росточек дает, значит, цебелечек, ствол, крону и так далее, так далее, так далее. И все это начинает расти дальше и разрушать вас. Выпил сок. А значит, смотрим еще на это. Вот она, еще такие вот сгустки. Вот эти вот сгустки крайне неприятные. Это уже, ну, это уже вот грибница. Это может быть еще что-то там такое. Ну, ладно, посмотрим. Сегодня выпил сока. Продолжаю ничего не кушать. Клизмы делаю соком чистотела и солью. Знаете, люди начитались, и у них свое представление с соком чистотела и солью. Соль, она способствует тому, что лучше адсорбирует все из толстого кишечника. Чистотел же обладает отрывающими способностями, если имеются там, допустим, толстые кишечники, полипы или еще что-то. Чистотел сам по себе ядовит на растение, но в зависимости все от дозы. И в данном случае, если, допустим, грубо говоря, это столовая ложка сока чистотела свежего на, допустим, 2 литра воды или на литр воды, она будет больше действовать на полипы. И то, и то, для того, чтобы очистить толстый кишечник от полипов, надо сделать целый кус, а не то, что одну там клизму сделали, и все, и думаете, и все. Слизь выходит с кусками червей. Ну, вот как раз, как раз вот это вот оно и есть. Куски там червей. Дело в том, что чистка печени, она обладает таким вот интересным многогранным эффектом. Помимо того, особенно побуревой, помимо того, что она очищает печень, желчные протоки, желчный пузырь от вот этой вот ерунды, она еще за счет этих травок убивает вот эту вот плесень. Она убивает глистол, который имеется. И, естественно, все это вылетает. Болеть не с живота. Болеть не с живота, то есть, грубо говоря, не с живота, это у нас что там, мочевой пузырь. Это предстательная железа. Голова немного отекает, но после чистки печени организм должен себя восстановить. Отказываюсь от еды до нормализации кишечника. Ну, в целом-то правильно, до нормализации кишечника. То есть, чтобы успокоилось, чтобы ничего там не болело. И потом потихонечку вы начинаете кушать еду, которая легко и просто усваивается. Ну, допустим, ту же кашу, грубо говоря, тщательно сживая ее и ничего больше не употребляя в это время. Либо там свежевыжатого сока там попили, допустим, морковную, ничего больше. Либо, допустим, там вы поели там яблочек вкусных и ничего больше. Либо же какого-то салатика, либо тушеных овощей, либо там тыквы. Низ живота очень хорошо бы здесь попить, попить это тыквенное масло. И вот, Серджи, следующую чистку, вот ты сделал одну чистку, ты увидел, что с тебя вышли вот эти вот камни. Теперь ты сделай следующую чистку, вот как ты почувствуешь, что ты восстановился. Ну, примерно, грубо говоря, через неделю, допустим, две. Ты делаешь следующую чистку и используешь тыквенное масло. Тыквенное масло, оно обладает способностью вот убивать разного рода микроорганизмы, которые обитают в предстательной железе. Которая обитает там, допустим, где-то болит низ живота. Внизу живота, вот в мочеточниках, в этой самой мочевом пузыре. Попробуй, это будет очень интересный опыт, который погонит вот этой слизи гораздо больше. То есть, на следующую чистку, вот эта первая чистка, он только там что-то сдвинул, стронул и так далее. Вышло довольно-таки много вроде бы. Но в следующую чистку может выйти еще больше. И после этого человек почувствует себя лучше. И если вышли эти камушки, значит, грубо говоря, через неделю еще надо делать. Пока валят с вас вот эти камни и этот слизь, надо делать, чтобы все это вышло. И обязательно закрепить правильным питанием. Если вы это не сделаете, вас опять-таки хватит на полгода. И потом все так же, как с пловом, с самсой и со шелками вернется назад. Так, да, процесс становления здорового и умеренного питания очень сложный. Он не сложный. Он требует дисциплины. Дисциплины. Он требует смены пищевых привычек. То есть, чтобы он руководил вами. Можно так поменять. Вот смотрите мою целебную кулинарию программы. Что вы будете питаться и здоровой пищей, и вкусной, и полезной. То есть, вы ничего не утратите из того, что вы превышали шашлык есть, там, сам суп, лоу. Вот. И якобы, если что-то другое, вас как бы обкрадывают в питании. Вы будете так же наслаждаться пищей, но здоровой, и жить здоровой жизнью. Так что ничего-то сложного нету. Я вам рассказываю, рассказываю все это. Так, до обеда оставался дома, после обеда собирался идти на работу. Ну, сходи на работу. Как же без работы? Вот и я ездил на работу в Москву. Для того, чтобы что-то можно было делать. Вообще, для того, чтобы можно было более-менее жить. Вот. Заканчиваем на этом. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет-отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он пока так и раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство к нам вернулось, волшебство к нам вернулось. Новый, Новый, Новый год. Новый год. Так, и спи, дружок сын внешний, наливай бакал с карди. Заканчиваем наступает, и для всех людей дается, и для всех людей дается. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь нас ждет, это Новый, Новый год. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Редактор субтитров А.Семкин.